Всем привет! Как и было обещано, сегодня будем говорить о Мике Рурке, о его подготовке к фильму «Рестлер» как главная тема, а также о его карьере. В целом, материалы интересные и есть что обсудить. Прежде чем мы перейдем к этой главной теме, наша постоянная тема приготовления какого-либо блюда, сейчас мы будем это делать по одному из ваших рецептов, ребят. Екатерине сразу говорю спасибо за рецепт, который хочется попробовать. Итак, какие у нас ингредиенты? Это творог, дальше порошок какао. Одно яйцо куриное будет использовано. Дальше в вашем рецепте было сказано положить два скупа шоколадного протеина. У меня нет шоколадного протеина, но есть ванильный протеин сывороточный и шоколадное функциональное питание. Я положу один скуп одного, один скуп другого. Возможно, наличие функционального питания улучшит вкус, потому что там есть немного углеводов. Ну и в целом вкус очень хороший, поэтому поэкспериментируем еще таким образом. Ну и все, начнем. Что тут рассуждать-то? Творог 200 граммов отправляется. Дальше яйцо одно цельное, очень быстро, все просто. В одной мерной ложке этого протеина 20 граммов. Но видите, я кладу с горбом. То есть здесь может быть и граммов 25, но будем считать, что как минимум 20. И теперь одну мерную ложку функционального питания. Здесь 10 граммов протеина, 11 даже граммов протеина и немного углеводов. Теперь вот это все надо взбить. Окей. Ну вот у нас такая получилась масса. Смотрите. Довольно густая. Теперь из нее мы должны что-то лепить. Я не знаю, как мы будем лепить из нее. Значит, вот у нас получившаяся масса. Не знаю, как можно это обвалять в какао, но точно можно поместить. В вашем рецепте было сказано поместить в духовку. Я буду использовать мультиварку, потому что она позволяет, во-первых, время сократить. Протеиновая булка отправилась в мультиварку. Мультиварку, в которой и давление высокое используется, и индукционный нагрев, так называемый, который ускоряет процесс приготовления. Поэтому опытным путем, естественно, сейчас мы выясним за 30 минут, успеет ли приготовиться этот протеиновый батон или эта протеиновая булка. Пока мы ждем, ребят, Микки Рург, боксер, актер. Многие знают его как актера, но немногие знают его как боксера. Давайте я вам расскажу несколько фактов из его биографии. Родился в 1952 году. С 1964 года существуют все официальные записи о его послужном списке на любительском ринге. Больше 20 матчей он провел в возрасте до 21 года. Получил два сотрясения мозга в процессе. Большую часть матчей выиграл. Очень многие матчи выиграл нокаутом в первом раунде. Но, получив второе сотрясение мозга во время боя, врачи ему посоветовали закончить или хотя бы сделать длительный перерыв в занятиях боксом. И тогда Микки Рург сфокусировался больше на своей кинокарьере. В мое студенческое время просто, по-моему, вся женская половина университетов, институтов смотрела 9,5 недель, как будто это какая-то просто религия любви. Надо прожить пьем. Тем не менее, ребят, несмотря на успех в кинокарьере, в 91-м году Микки Рург решает коренным образом изменить свою жизнь. Он решает закончить свою кинокарьеру из-за того, что считает себя неудачным актером и вернуться к боксу, но только уже на профессиональном уровне. Что он сам говорит об этом? Он говорит, что я чувствовал, что во мне есть неотвеченные вопросы и какие-то долги, которые я не выплатил или с которыми я не разобрался. И поэтому я чувствовал, что должен продолжить занятие боксом. Он возвращается в профессиональный бокс, ребята. Проводит в течение трех с половиной лет десять боев, из которых шесть побеждает нокаутом, два побеждает по очкам и две ничьи. Ни одного поражения. То есть, по сути дела, достаточно успешный список послужной. Актер! Вы представляете, что против него выходили люди на рынок и говорили, о, сейчас я буду бить морду этому герою с девяти с половиной недель. Но получали сами по тыкве. То есть, вот это, конечно, очень-очень забавная ситуация. И в силу того, что он не был, естественно, на мировом уровне, но все равно он был на профессиональной арене, с тридцати девяти лет, ребят, получается, с тридцати девяти до сорока двух. Теперь возвращаемся к главной теме. Подготовка к фильму «Рестлер». Микки Рург. Рост 180 сантиметров. Вес во всем периоде в преддверии фильма «Рестлер». Порядка 190 фунтов. То есть, это где-то 85 килограммов. Но перед ним ставится задача режиссером Даррена Марановски набрать вес до 235 фунтов, то есть до 107 килограммов в возрасте 56 лет. В то время, Микки Рург. Я не представляю, как это можно сделать, хотя ему удавалось порядка девяти месяцев. Но он очень сильно постарался. И вот, что он пишет о своей диете в этот период. Давайте я вам зачитаю. Мы съедали 12 яичных белков утром, куриную грудку и еще один банан с двумя ложками арахисового масла. Днем съедали небольшой стейк с овощами, чашку риса и огромный протеиновый коктейль. Чуть позже какой-нибудь фрукт типа яблока и еще пару ложек арахисового масла. Потом было еще два приема пищи и гигантский протеиновый коктейль перед сном. Ребят, это прямая речь. То есть, это то, что Микки Рург сам говорил о своем питании во время подготовки к фильму «Рестлер». Давайте проанализируем то, что было сказано. Ну, здесь, конечно, есть некие пробелы. Например, вот эти два приема пищи во второй половине дня, непонятно, что там было. Но давайте предположим, что пропорция белков и углеводов склоняется в сторону белка. По общей сумме, я так в уме прикинул, больше 250 граммов белка. То есть, больше 2 граммов на килограмм веса тела. Обычная для нас с вами тема, мы уже все об этом знаем, потому что столько рационов обсудили. Прекрасно понимаем ориентиры. Что можно сказать о тренировочной нагрузке, ребята? Но здесь я вспоминаю сразу рацион Тайсона и жизнь Тайсона в 80-х годах под руководством Гаса Дамата. То же самое практически у Микки Рурга под руководством бойца смешанного стиля из Израиля. Значит, утром пробежка 3-4 километра и обратно спать. В чистом виде распорядок дня Тайсона, вспоминайте. То есть, видимо, оттуда и взято. После этого, после пробуждения второго уже, плотный завтрак, силовая тренировка полтора часа и кардио 45 минут. После этого еда. Переходим во вторую половину дня. Еще одна силовая тренировка на 45 минут и отработка приемов рестлинга. То есть, всех тех специфических движений, которые умеют делать профессиональные рестлеры, но не умеют делать даже профессиональные боксеры. За всю свою боксерскую карьеру Микки Рург естественно регулярно работал с весом. Но всегда работа была в сторону диеты и уменьшения для того, чтобы попадать в весовую категорию. Поэтому он был уверен почему-то, что набрать такое количество веса ему удастся без труда. Но его ждало разочарование, потому что набрав первые 10 килограммов, у него просто все застопорилось. Он говорит, что я не мог есть такое количество протеиновых продуктов. Я его понимаю очень хорошо. И каждый из вас его понимает. Потому что в какой-то момент ты просто устаешь, пищеварительная система устает от утилизации и от метаболизма такого количества белковых продуктов. Это действительно тяжело для нашего организма. Плюс мне кажется, судя по рациону, который я вам зачитал, что перебор по белкам граммов на 50 можно было меньше. Кажется мне. Микки Рург на этом этапе, когда он не смог больше есть, мы начали менять немножко источники. То есть убрали мясо, добавили рыбу, убрали протеиновые коктейли, потому что я уже не мог в себя вливать эти протеиновые коктейли. Короче, заменили многие продукты на рыбу, и тогда вроде бы пошло дело еще немного. Он не выполнил поставленную задачу достигнуть веса 107 килограммов. Тут информация очень разная, но по его собственным словам 25 фунтов ему набрать удалось. То есть ему удалось набрать порядка 11-12 килограммов. Если он начинал с 85, считайте сами, да, то есть до 97 где-то он дошел. Вот, ребят, так что мораль первая и самое главное, что даже в 56 лет человек, привыкший к одному весу и к одному режиму питания, может трансформировать себя в течение 7-8-9 месяцев, если берется за это дело упорно. Стрессово ли это для организма? Без всяких сомнений. Вот и булка наша готова. Посмотрим. Ух ты, булочки. Да это какой-то вечный хлеб. Рикуль, ты видела, что было? Ребята, да булка-то получилась. Так, сейчас мы извлечем этот чудо-хлеб. Ты видела, как он поднялся, хлеб прям, да? Какой-то вот этот самый, вечный хлеб у Беляева. Все, гриб. Не протеиновые булочки, да, а протеиновый такой вот блин, или как ты назвал это? Кекс, большой кекс, да. Разрежем. Это вкуснее, чем оладьи. Это менее сухо, чем протеиновые оладьи, которые мы делали. Немного кислее из-за того, что там творог. Но это делает вкус каким-то нормальным, не смотря на то, что мы протеин туда положили. Ну, еще функциональное питание, конечно, дает свой вкус. Все-таки, если бы у нас был чисто белковый порошок, мне кажется, не было бы так вкусно. Вкусовые качества прям нормальные. Вполне, вполне. О, ребята, подсчет, конечно. Я посчитал, уже сложил. 80 граммов белка здесь, жир из одного желтка. Углеводы из функционального питания, 10 граммов. Вот это пропорция, вот тебе диетическая. С виду прям как будто хлеб. Но это же не хлеб, он же безуглеводный хлеб. Ты видела где-нибудь безуглеводный хлеб на свете? Безуглеводный хлеб. Ну, там 10 грамм углеводов. 10 граммов углеводов. Ну, это считает, в хлебе 70 граммов углеводов на 100 грамм. Ребята, за ваше здоровье. Настроение в процессе выпуска улучшилось. Я надеюсь... Не могу я так говорить. Итак, ребят, спасибо вам огромное еще за один прекрасный рецепт. Я надеюсь, что этот выпуск был вам интересен и полезен. И мы увидимся совсем скоро. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова